всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале ярославский вокзал и я вас приветствую на ювельном канале всем доброе утро как и обещала значит это третья поездка моя такая прям подряд первая была тула потом был этот кораблик и вот мы с аней канал самозанятая мама едем в ярославль раннее утро где-то половина седьмого мы начинаем нашу поездку я беру вас с собой они едет по работе а я к ней командировочку а я к ней примазалась погулять чтобы ей было не так как бы скучно и мне тоже она будет за меня отрабатывать прогулку по ярославль до время пока я буду работать да а то потом я тоже буду работать меня директор приехал и все я никуда уже не смогу поехать ну все поехали вот а у они с собой еда а не подготовилась я-то думала кофейку а у они вот финики с собой и вот мы сейчас будем пить кофе с финиками ну там еще у они колбаса там все такое а не запасливая с ней можно ездить а а а а а а Ярославль главный. Ну вот мы с вами и в Ярославле. Мы с Аней, ну и с вами тоже. Итак, Аня сейчас по делам, а я гулять. Памятник Сави Мамонтова. Первое, что нас встречает, это памятник Сави Мамонтову. Он расположен при вокзальной площади города Ярославля. Бронзовая фигура Мамонтова, мецената, который в руках держит часы и циркуль. Этот памятник был здесь установлен 31 июля 2008 года. Так, ну вот, начнем мы нашу с вами поездку, конечно же, с вокзала. Ярославль главный, главные ворота в городе, и это один из крупнейших в стране вокзалов. Вот, очень, кстати, красивый, величественное здание. Вот с них начинается знакомство с Ярославлем. Уже понятно, какой город уже по вокзалу. В 1870 году в Ярославле была открыта первая железная дорога, соединяющая Ярославль и Сергеев Посад. Тогда же главным вокзалом был Ярославль Московский. Он есть и сейчас. В Ярославле два вокзала. А затем были построены железнодорожные пути на Володу, Кострому и Рыбинск. Сложно представить, что когда-то здесь, на месте этого красивого здания, находилась деревянная, одноэтажная, построенная, ничем не примечательная, станция Всполье. Она была построена в 1898 году и получила свое название от исторической местности города. Это слово означает край, окраина, начало поля, место вокруг околицы. Но в 1913 году все изменилось. Был отыск железнодорожный мост через Волгу, по которому стали ходить поезда между Москвой и северными территориями. И после этого станция Всполье стала расти. В военные годы станция сыграла важную роль. Отсюда отправлялись поезда с грузами на фронт. И сюда прибывали жители блокадного Ленинграда. В 1952 году по проекту архитектора Панченко было построено торжественно открыто здание. Такое вот помпезное здание в духе сталинского вампира. Здание вокзала Ярославль-Главный. С колоннами, башенкой с часами, с острым шпилем, украшенной лепниной и символикой СССР. Здесь часы, кстати, со знаками зодиака. В 1977 году здесь появилось простое, без излишев здания, билетных крас и подземный переход. В 2008 году здесь был установлен памятник Сави Мамонту, как я вам уже сказала. Бронзовая фигура стоит на фоне карты магистрали, которую он начал строить. Ну вот, как-то так. И отсюда мы начинаем нашу поездку. Здесь автобусы уходят, но мы берем такси. И вперед, вперед, вперед. Вон там стоит Аня. Сейчас мы отправляемся в город. Город Ярославль. Я не знаю ни одного, ни одного человека. У меня нет таких знакомых, который бы сказал, что Ярославль это плохой, некрасивый. Не знаю, в общем, кому бы не понравился Ярославль. Таких у меня нет. Я очень люблю этот город. И всегда с удовольствием сюда приезжаю. Давно не была. И с радостью согласилась, конечно, когда Аня сказала, что едет Ярославль. И я тут же, тут же прям за ней увязалась. Дом культуры железнодорожников. Прямо не отходя от кассы. Ворзал и дом культуры железнодорожников. Правильно. Че далеко-то строить. Дом культуры железнодорожников. Вот эти и здесь автобусы красивые. Желтенькие. Аня отправилась у нас по работе. А я, посмотрите, какая красота. За моей спиной Казанский женский монастырь. Красивый. Вот с него я и начну нашу прогулку. Казанский женский монастырь. Была здесь некая битва, которая была выиграна. Не буду вам всю эту историю рассказывать. И здесь победили наши. Наши победили. Ярославцы победили шляхтичей. Вот. И среди захваченных трофеев были снаряды, знамена, много пленных. Над Ярославлем поплыл звон колотолов ликующий. И по убеждению горожан спасло от верной дибели наше войско, заступничество, проявленное самой Божьей Матерью. И чудотворную икону Казанской Брадородицы с превеликим почтением перенесли во вновь отстроенный храм, у стен которого в истории возник Казанский монастырь. В 1610 году в его пелиях поселились семьи зле монахини, сожженные поляками рождественской обители. Своими молитвами сестры Казанские приближали общую победу над шляхтой. И она не заставила себя ждать. В 1612 году домотлов меч ополчения Минина и Пожарского обрушился из Ярославля на засевших в Москве панов. До середины XVII века все монастырские постройки оставались деревянными. Но при Иегумене Дарии в 1649 году стараниями священника Ермила Михайлова в обители появились каменные трехпрестольные казанские церкви с шатровой колокольней. Масштабные работы развернулись в монастыре в XIX веке. В 1818 году была построена каменная ограда с четырьмя угловыми башнями. Два каменных келейных корпуса на строительские покои. В 1620-1628 годах ансамбль дополнила теплая церковь похвалы Богородицы и трапезная. Тогда же над святыми воротами возвысились 60-метровая безъярусная колокольня. На ней был установлен колокол-благовестник весом 325 пудов. Это 5,5 тонн, отлитый на Ярославском заводе Оловянишникова. И, наконец, в 1835-1845 годах столичным архитектором Авраамом Ивановичем Мельниковым на месте старого казанского храма был возвернут монументальный собор в стиле позднего классицизма. К началу 20 века Казанский Ярославский монастырь представлял собой богатую и влиятельную обитель. Общение принадлежало Тверицкое подворье с Тихвинской церковью, а также земельные наделы в ряде уездов с еще четырьмя каменными церквями. С тремя часовнями и девятью кирпичными зданиями, подворьями и богодельнями. Однако с приходом новой власти монастырь понес тяжелые утраты. В 1921 году обитель была упразднена. Здание Казанского собора наскоро приспособили под архив с устройством внутри добавочного этажа с железобетонным перекрытием. Сильно пострадала колокольня. В 1918 году она была разобрана, а в 1948 году под куполом церкви похвалы Болярузицы на долгие годы разместился городской планетарий. Монастырские ценности вместе с чудотворной иконой Болгородицы Казанской по указу комиссии Наркомпроса передали на хранение Вярославскую Крестово-Сдвиженскую церковь. Оттуда бесценный образ бесследно исчез, очевидно был похищен. В 1998 году Казанский монастырь был возвращен Вярославской епархии. Его реставрация потребовала больших усилий. Было демонтировано бетонное перекрытие Казанского собора. Потом расселяли граждан, которые проживали здесь в теле, как обычно коммуналки. Многие противились переезду из центра в новостройки. И сейчас это классическая такая архитектура. За церковью похвалы Болгородицы открываются торжественные колоннады Казанского собора и парят в воздухе золотые кресты. И лишь усеченная арка при входе напоминает о горестной утрате, великолепной монастырской колокольни. Ну что ж, сейчас мы обойдем монастырь. Если там можно, я поснимаю. Я не знаю, можно или нельзя. Сейчас я вот его обойду. Тут тоже вот видно какие-то тельи были, дом такой старый. Смотрите, какая красота. Я, конечно же, зачитываю. Понятно, что я не сама это все вам говорю. Но просто говорить и снимать одновременно как-то не очень удобно. Поэтому я сейчас вот вам все так это быстренько зачитала. А теперь могу нормально поснимать и все это вам показать. Дом здесь. Старый, старый, старый дом. Ну, вы знаете, моя любовь к старым домам. Такой обшарпанный, обшарпанный. Сейчас найдем парадный вход. И пойдем туда. Очень красиво. У нас на фоне синего неба. Такой белый-белый монастырь. Я здесь не была. Это я мой первый визит сюда. Знаете, каждый раз туда приезжаешь, каждый раз что-то хочется новое увидеть. Что я тут нашла. Я не знаю, что это такое. Какие-то такие зверушки. Ну, это, конечно, современно уже. Но все равно интересно, да? Вот такая. Забыла, как он называется. Ну вот. Сейчас я вам со стороны тут покажу. Найдем главный вход. Я думаю, что здесь где-то очень красиво. Вот здесь, наверное, вход. Здесь такая вот улочка. со старыми домами. Трефолева. Трефолева. Давайте. Ой, какая прелесть. Ой, вообще красота. Неимоверная. Надеюсь, что там можно снимать. Здесь вот есть вход. Ой. 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 Храм в честь Патрава, посвятая Бодородица. Музей. 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 Это макет, любитель. Успела. Успела я на перезвон. Была в храме, храм очень красивый. Очень. Вообще, такая благодать здесь. Выходим. Живут же люди вот в этом доме, да, прямо в таком вот месте, возле монастыря. Красиво. И огромные тюльпаны, что я прямо мимо не хожу, я не могла не заснять. Очень много тут красиво, там все ухожено, только цветов, смотрите. Очень красивый монастырь. Сейчас мы с вами подойдем к очень красивой колокольне. Только не знаю, где здесь можно перейти. Обратите внимание, здесь автобусы вот эти желтенькие ходят. Это делает, вот они, это делает Россия. Завод МАЗ. Так что, научились, научились делать очень красивые автобусики. И такое мишка, символ Ярославля. Пьяный чайниц. Вот, такое мишка написано, я автобус. В Москве я электробус, а здесь я автобус. Господи, какой красивый город, чудесный просто. Так, так же нам здесь сейчас перейдем. Здесь сейчас мы перейдем. С вами на Первомайском бульваре. Это место прогулок губернского Бомонда начала 19 века. Широкий бульвар, разбитый на месте старых валов земляного города, назвали Казанским. По имени расположенного здесь Казанского монастыря, где мы сейчас с вами были. Длинная аллея раскинулась от Волковского театра через Красную площадь до Волжской набережной. Весь 19 век бульвар, обрамленный роскошными особняками, считался самым респектабельным местом прогулок у губернской публики. Современное название Первомайский бульвару дали в память о демонстрации революционеров 1 мая 5 года 1900. Вот мы с вами сейчас. Так, Красная площадь. Вот. Казанский монастырь 2. Вот мы здесь. Вот мы здесь. Сейчас зайдем до Красной площади, потом пойдем вниз. Наверное. Театр имени Волкова, Знаменская башня. Ну, это мы с вами сегодня посмотрим. Пожарная Таланча, 6. Вот она. Сейчас пойдем сначала сюда. Пойдемте по бульвару. Здесь все рядом, здесь все близко. Знаете, я была здесь зимой, вот на этом бульваре. Ну, вообще ни о чем. Просто вот, просто ни о чем. И сейчас вот так вот, да. Ну, здесь детская площадка. А здесь, смотрите, такие колечки влюбленных. И, наверное, Петр и Феврония, я так предполагаю. Сейчас подойдем. Посмотрим. Я думаю, что это Петр и Феврония. Петр и Феврония Муромские. Так, ну и колечки. Наверное, вечером подсвечиваются. Так. Ну, идемте дальше. Здесь такие сердца, сердца. Сердца, сердца. Торопиться нам с вами некуда. Смотрите, какие здесь красивые особняти. По обеим сторонам этого бывшего губернского бульвара. Мне это больше нравится, чем первомайские. И с той стороны тоже особняти. И с этой. Там, вот, видно, храм какой-то. Кто-то купал. Сейчас подойдем, посмотрим. Так. Не знаю, что там такое. Сейчас дойдем на Красную площадь. Я в свой прошлый приезд. Мы жили прямо возле Красной площади. И вот мы каждый раз ходили мимо вот этого бульвара. Но был январь. И было очень как-то здесь все не так, как сейчас. Не знаю, что здесь сейчас. Здесь карты не работают вообще. Ну, вон ты ланча. Вон там виднеется уже. Ну, мы с вами продолжим нашу прогулку по Ярославлю в следующем видео. А на сегодня это все. Всем спасибо. Всем всего самого доброго. До свидания. До встречи. Всем пока-пока. Будьте здоровы. Всем добра. Продолжение следует.